Захар Прилепин В обители, как и в любом другой своей книге, я никого не обличаю. Там есть, как мне кажется, была попытка, по крайней мере, создать крайне сложную картину происходящего. И вот этот пресловутый миф о том, что есть одни палача, есть другие жертвы, и какие-то хорошие, очень хорошие люди с хорошими лицами пришли и погибли от лап плохих людей с плохими лицами, вот эта вот такая квазилиберальная точка зрения, она не совсем верна или совсем неверна. И, по сути, колоссальное количество людей, помимо маниакальных злодеев и откровенных подонков, могли оказаться и с той стороны, и с другой стороны. Собственно, так оно и было. Поэтому интерес к Сталину обусловлен другим. Он обусловлен не столько страстью и желанием ерма, сколько неприязнью к тому, что являла собой Россия последнюю четверть века. Потому что степень пошлости, воровства, подлости, дикости и предательства национальных интересов, совершенно по-следовательному, она зашкаливала. И у народа есть одна медленная, но верная мысль. Так быть не должно. А Сталин – это просто ближайший образец. Это не исторический Сталин. Это просто Сталин как символ сопротивления этому буржуазному, отвратительному человеконенавистническому хаосу, аду. Они Сталина извлекают, чтобы напугать. Если вы не уметесь, мы сейчас Сталину на вас напустим. Если вы не прекратите сжирать наши мозги, воровать наши деньги и сдавать направо или налево нашу Родину. Вот в этом смысле надо это воспринимать. Поэтому у нас люди вполне себе свободолюбивые. Они демократичны, они либеральны. Они воспринимают с легкостью разнообразные точки зрения. Они берут в книжных магазинах, покупают книжки мои, Улицкой, Быковой, Лимонова, Прохановой. И все это у них легко помещается в голове. У нас никто никого не закидывает в мусорные урны, не бьет по голове палками. И по улицам не ходят злобные факельные шествия, которые сжигают книги. Ничего этого у нас нет. Поэтому не преувеличивайте страсть к тоталитаризму. Это другое, это как раз порождено великим чувством собственного достоинства. Что мы готовы даже и работать больше, и пострадать, но избавьте нас, пожалуйста, от этого разврата в метафизическом смысле. То, что я наблюдаю в течение последних двух или почти уже трех лет, конечно, так ее не воспринимают. Допустим, за последний месяц мне перевели 2,5 миллиона рублей на мою только личную карту, хотя далеко не только я занимаюсь гуманитаркой. Это тысячи людей. Собственно, только те люди, которые читают мои социальные сети. А у меня, допустим, 100 тысяч подписчиков, может быть, 150. То есть это огромное количество в процентном отношении, это, думаю, треть людей, зная о том, что я работаю, в том числе и по гуманитарной линии, суммы переводятся от 50 рублей до 200 тысяч. Рекорд был 600 тысяч рублей уже в прежние времена. Это и количество людей, которые готовы туда приехать и помочь в качестве медсестер, волонтеров, тех же самых гуманитарщиков, какими-то проектами. Я уж не говорю про бойцов и ополченцев. Сейчас вот люди, благодаря нашему неуемному телевидению, узнали о моей работе, которая у меня достаточно уже давно происходит. У меня почта просто обрывается от количества ребят, которые просятся в батальон. И там люди таких романтично настроенных юношей я даже не рассматриваю. Там люди с военным опытом, с опытом службы в армии, с определенной позицией идеалистической, но очень четко обусловленной. Поэтому нет, не чужая смута, конечно. Своя. Я просто... Концентрация вот этой неприязни, ненависти и прямых пожеланий моей погибели, она, конечно, была серьезная. Но на самом деле это все происходит примерно с зимы 2014 года. Потому что тогда уже и Пианковский, и Шендерович, и господа с той стороны Украины обещали отрезать мне голову, отрубить руки. Сейчас это просто сфокусировалось. А так все это время идет непрестанно. На самом деле меня ничего не удивило, я совершенно к этому спокойно отношусь. Я думаю, максимальный срок три года, но хотелось бы, чтобы ситуация сложилась чуть более удачнее для нас и быстрее. Но так года три. Ну, я вот книгу об этом написал. Что значит должен? Кто хочет, берет, кто хочет, не берет. Что писатель, это что? Он чем отличается от официанта, от таксиста, от кого угодно? Чем отличается писатель? Он что, осенен каким-то облаком волшебным? Я вообще не понимаю, о чем даже идет. Ну, да, это обоюдное влияние. На самом деле, конечно же, все, что происходило не в моей жизни, а вот вокруг нас, и вот с этими вопросами, в том числе и с такими, должен ли брать оружие. Вот Пушкин, перед Пушкиным он не стоял, знаете, перед Лермонтовым не стоял, перед Львом Толстым не стоял. Даже Достоевский тот был поручиком. Почему спустя 200 лет после такой великой истории русской словесности, вы мне задаете этот вопрос? Вот почему? Что такое у вас происходит, что тем не менее он у вас возникает? Что с нами произошло? Может быть, вам что-то сказал Борис Акунь, какое-то волшебное слово, что вот вы решили, что надо об этом спросить? По-моему, это настолько очевидные вещи, что они не нуждаются ни в каких вопросах. На автоматы я потрачу, и на пулеметы. Мне действительно нужны деньги, мне нужны броники, сферы, я их зарабатываю, конечно, потому что зарплата у бойцов у меня в батальоне 16 тысяч, у меня 20 тысяч рублей. И узнайте, пробейте, сколько стоит один бронежилет, допустим. Это стоит все очень дорого, амуниция стоит очень дорого, и никто, кроме меня в батальоне денег заработать не может, а я могу их заработать.